Добрый вечер, в эфире Вечерская Рачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. В целом, избирательные кампании в республике проходят в рабочем режиме, нет нарушений, нет отказов в регистрации. Политические партии демонстрируют высокую культуру. Ну и, конечно, мы нацеливаем на то, чтобы штаб ввел мониторинг и муниципальных выборов, которые не менее важны, чем выборы в народное собрание. Поэтому убеждены, что общественные наблюдатели выполнят свою миссию по обеспечению законности, открытости избирательного процесса. Большинство партий, которые идут на выборы, они идут в рамках патриотического консенсуса. То есть, они говорят о том, что в настоящее время патриотизм – это основная идеология Российской Федерации, что на основе патриотизма, любви к родине, защиты своего отечества, и строится вся вот такая политическая система. Сегодня в Черкесске отметили 94-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. В парке «Зеленый остров» на аллее боевой славы собрались десантники Карачаева Черкесии. Дарья Тендит продолжит тему. В тельняшках, беретах и с флагами ВДВ десантников ни с кем не перепутаешь. Для них этот день – настоящее торжество. Десантники стали собираться заранее, еще до начала праздника, чтобы увидеться и пообщаться, вспомнить былое и зарядиться духом братства и единства. В этот день бойцы получают поздравления от товарищей, родных и близких. Назир Далаев отмечает праздник в окружении сослуживцев уже на протяжении 39 лет. Так трогательно, очень трогательно. Очень жду этого дня, потому что он особый день в моей жизни. Собираемся, празднуем, друг с другом постоянно в контакте, общаемся. То есть стараемся быть такими же мобильными, как в свои 18-20 лет. Ветераны ВДВ республики возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Василию Маргелову. Крылатая пехота играет важную роль в обеспечении безопасности государства. Воины-десантники всегда с честью выполняют свой служебный долг, демонстрируя стойкость и мужество. От имени главы республики со словами поздравления к присутствующим обратился Марат Хубиев. Служба в воздушно-десантных войсках всегда была делом благородным и почетным. Не случайно воздушную пехоту всегда называли элитой вооруженных сил Российской Федерации. Многие солдаты, офицеры, десантники внесли исторические страницы в героическую летопись нашей страны. Воины-десантники сегодня, проявляя героизм, выполняют специальные задачи специальной военной операции. Слава и честь им за это! Вручение наград от Союза десантников республики стало кульминацией мероприятия. Медали за службу ВДВ получили как ветераны, так и молодые десантники, служащие во благо страны. Их лица светились гордостью. Для Ася Джадоевой это особый день. Ее отец служил в воздушно-десантных войсках и был причастен к братству голубых беретов. Ася пошла по его стопам. Девушку наградили почетным знаком юного парашютиста. Отец был для меня примером для подражания. Из-за этого мне очень стала интересна эта деятельность. И я открыла для себя такую вещь, как штаб-паса номер один, с которым и после поехала на прыжки с парашютами. В этом году совершила прыжок. И вот я сейчас здесь стою. Поздравляю всех причастных с этим замечательным праздником. Слова благодарности и признательности звучали на протяжении всего мероприятия. Завершилось торжество совместным фото на память. Дарья Тенди, Тренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия начнет свою работу образовательный проект «Школа фермера». Первая в истории республики «Школа фермера» уже 20 сентября откроет свои двери для начинающих и действующих фермеров республики. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. Впереди 30 участников проекта. Ждут три месяца обучения по направлениям подготовки садоводства и овцеводства, а также практика на площадках крупных агропромышленных предприятиях сады Ставрополья и Дамате. Принять участие в проекте можно, запомнив анкету на сайте Северокавказской академии. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Продолжаем наш выпуск. Детские пособия за июль семьи Карачаева-Черкесии получат на день раньше. Отделение Социального фонда России и Республики перечислит большинству семей безналичные выплаты 2 августа, поскольку 3 августа – выходной день. Выплату зачислят на счет в течение дня. Если родители получают пособия через Почту России, то доставка произойдет с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Напомним, что отделы социальной защиты населения выплачивают региональные детские пособия по своему графику, который отличается от датсоциального фонда. 2 августа отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесской республике осуществит выплату семьям, имеющим детей, за июль месяц. Выплаты придут родителям на счета в банке по следующим видам пособий. Это единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Сегодня Православная Церковь отмечает память ветхозаветного пророка Ильи. В поселке Нижний Архыс расположен один из самых древних действующих храмов России имени этого святого. В нем прошло праздничное богослужение, которое возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Подробности у Али Баташева. Молитвы, праздничное песнопение и сокровенное душевное переживание торжества. Литургия под открытым небом возле древнейшего Ильинского храма России собрала множество верующих. Илья Хазенко с женой Ларисой приехали на престольный праздник из Черкесска. У меня сегодня еще день рождения. 65 лет исполнилось круглая дата, поэтому я обязан был посетить этот храм наш божественный. Стараемся каждый год по силе возможности приезжать. Всегда радость, какая-то благодать идет, поэтому мы всегда стараемся приехать и всем поздравить, и сами радуемся в этом прекрасном месте. Оксана Зверева привозит сюда паломников из Ставрополя. Это мой авторский тур, и мне очень приятно каждый раз открывать это место людям, которые о нем не знают. И даже если знают, то так же приятно, когда спустя некоторое время люди мне пишут и говорят, что спасибо вашей поездке, вашей экскурсии. Мы воцерковились, мы пошли, покрестились. Мы по-особенному стали смотреть на это место. Богослужением возглавил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Ему сослужили священники Пятигорской и Черкесской епархии. По традиции верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Затем владыка обратился к верующим с проповедью. Пророк Илья жил за 9 столетий до Рождества Христова. Был человеком сильного духа, верящим в Бога. По его молитвам шел и прекращался дождь. Сходил огонь на землю, воскресали мертвые, а верующие спасались от голода и не испытывали недостатка в пище. По православному преданию Илья был взят живым на небо, явится перед приходом Антихриста и обличит его. Архиерей призвал паству молиться об укреплении веры. И дай Боже, чтобы жизнь каждого из нас была как жизнь пророчен. Чистый, крепкий, искренний. Благодарный Богу с покорностью принимающей его наказание и назидание. С благодарностью, совершающей свой жизненный путь и с глубоким вниманием, жизнью, силой, передающей свою веру своим детям. С 1991 года в храме Ильи Пророка проходят регулярные богослужения. Сохраняются монашеские традиции. И это привлекает сюда паломников и туристов из разных мест страны. Али Баташев, Ольга Савенко, Виктория Карпенко. Вести Карачаева-Черкесия. Зеленчукский район. Сластолюбец и всесветный жених. В Государственной филармонии Карачаева-Черкесии состоялась премьера спектакля «Дон Жуан» по знаменитой комедии-балладе французского драматурга Жана Батиста Мольера. История о похождении севильского распутника в исполнении актеров Республиканского русского театра драмы и комедии в постановке режиссера из Абхазии Адгураковы восхитила зрителей. Дарья Тендиц, премьеры. Премьера спектакля «Дон Жуан» стала настоящим событием, собравшим полный зал зрителей, жаждущих погрузиться в мир страсти и интриг. На сцене развернулась история о вечном искателе удовольствия и сердцееде. Легкомысленный и безрассудный «Дон Жуан» отличается неукротимой страстью к женщинам. Он преследует, соблазняет их, не вращая внимания на последствия своих действий. Чтобы я виделся на ней, мне рассказал, что связан с лобом с вами. Как же так, Шарлот? А вы с ней бесполезно разговаривать? Нет! Постановка от Гуракова тщательно продумана о сценографии до музыкального сопровождения. Автор смешивает юмор и философские размышления. В совокупности всё это передаёт глубину и многослойность мольеровского текста. Вообще мы не доней верим. А дону горь? У-у-у-у! Слава тебе, господи! Своего господина Дон Жуана я знаю, что у вас нет сердца более непостоянного, чем ваше судо. И вы не любите задерживаться надолго в одном и том же месте. Режиссёр Аутгур Михайлович, он человек лёгкий в общении и профессионал своего дела. Нам было с ним легко. В спектакле представлены яркие и запоминающиеся персонажи, которые отражают различные аспекты того времени. Классические мотивы в современной интерпретации, динамичное, уникальное представление. На-на, сударь, подальше! Слишком уж вы распалились, как бы вам распаление лёгких не подхватить. Это ещё кто такой? Подальше, подальше! Нечего приставать к нашим невестам! Искромётные реплики и движения костюма и сценический свет создавали тесный контакт со зрителями. Музыкальное сопровождение от классики до современных ритмов усиливало эмоциональное напряжение. Через различные эпизоды и встречи с разными персонажами поднимаются темы любви, верности, лицемерия и веры. Каждый артист привнёс в игру свои эмоции, в полной мере отображая характеры своих героев. Важной частью работы стало взаимодействие актёров и режиссёра. А от Гуркова впервые работал с нашей труппой. Я никогда не ставил эту пьесу, она мне была интересна. В нём заложены какие-то важные вещи, которые понятны любому человеку, любому зрителю в любой эпохе. Нет особенных сложностей, не было. В основном здесь люди профессиональные, работящие и отзывчивые. Главный герой бросает небесам вызов за вызовом. Сцена, где Донжоа столкнулся с последствиями своих деяний, стала кульминацией спектакля и оставила зрителей в состоянии глубоких раздумий. Под бурные аплодисменты провожали актёров со сцены. Первые зрители поделились впечатлениями после премьеры. Я очень люблю нашу труппу, стараюсь ни разу не пропускать. И в очередной раз просто удивительно в новом таком свете вот этот мольер. Я думаю, что это для молодёжи будет внести очень большую полезность. Эмоции переполняет. Шикарная постановка, великолепная игра. Видно, что сколько труда было вложено в постановку. Считаю, что и актёры, и режиссёры просто превзошли самого себя, самих себя. Честно, до сих пор даже сложно описать это всё. Пьеса «Донжоан» – классическое произведение мирового театра. Этой постановкой русский театр драмы и комедии «Карачаева-Черкесия» завершили театральный сезон. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Хороших выходных и до новых встреч!